Я сразу объясню, и все же знают, что такое Талит Гадон, но все, кто были в синагоге, вот раз, или видели, ну и тем более те, кто молятся, и те, кто живут еврейской жизнью, они знают, что есть некая такая накидка, которую мужчина должен на себя набрасывать во время молитвы, как правило, утренней молитвы. Есть еще и под рубашкой тоже некий такой вот, ну типа майки, но не совсем майка, конечно, это называется Талит Катан, маленький Талит, а Талит Гадон большой, который мы видим, набрасывает на себя, на плечи и вниз, и может еще и голову закрыть тоже. А вопрос теперь, почему возник вопрос, автор сказал, что ему, уже взрослому человеку сделали бритвы и лу обрезание, и подарили ему Талит Гадон, и что еще? Еще и Тфилин подарили. Хороший подарок сделали, надо его ценить, надо им пользоваться каждый день. Талит Гадон, это каждый день Тфилин в рабочие дни, ни в субботу, ни в праздник. Так, разобрались эти. Откуда вопрос теперь? Подарили, пользуйся, но нет. Он пишет, вот, ему 30 лет, и он еще не женат. Значит, видимо, он правильно обратил внимание, что есть общины, где взрослые люди не ходят в Талит Гадон, они надевают Тфилин в бутни, а в субботу и праздники только Талит Гадон. А, ну, они женаты. Если человек не женат, он не одевает Талит Гадон. Значит, он молится просто так, как и какой-нибудь юноша. Мы сейчас и про юноши поговорим. Все не так просто, как говорят. Но главное, что если человек, мужчина, женат, он точно должен молиться в Талит Гадон. А если не женат, расходятся обычаи. Во многих ашкенадских общинах он не надевает на себя Талит Гадон. Но есть такие, которые он надевает. И есть такие, которые с 13 лет надевают. А есть такие, которые как-то в жених бы не надевают. И с 13 лет не надевают. А есть, которые с 13 лет, он уже в Талит Гадон. Это ашкенадские общины, сифардские. И большинство из них надевают, если мальчик идет себя, уже умеет вести себя хорошо. И не осквернит эти кисти там. На этом Талит, вы видели, наверное, такие кисти. И идет себя правильно, умеет содержать. Значит, что в туалет, например, нельзя пойти в Талит Гадон. Значит, ему же можно доверить ходить в Талит. Просто размер Талита будет соответствующий с ребенком. Так что обычно с 6-7 лет уже пользуется Талит Гадон в сифардских общинах. Ашкенадский, я вам рассказал, что есть три варианта поведения. Правила нет. Но есть правило стараться не выделяться в общине. В хорошем смысле слова не быть хамелеоном. Которая подлаживается, подстраивается. А просто понимать, если у тебя стабильная община, где ты сейчас живешь в этом году, то лучше всего соблюдать правила этой общины. Или если ты соблюдаешь, как правило, от рождения уже, ты вырос в религиозной семье. Или даже потом стал религиозным. Но уже много лет. И попал даже на год и даже на пять лет в какую-то общину. Ты можешь продолжать свои правила. Это тоже нормально. Правильное еврейское общение уважает других, любого еврея. Поэтому подлаживаться не нужно. И никогда не нужно слушать тех, кто говорит, смотри, у нас так, и это правильно. А ты был там, и это неправильно. Это стражающе запрещено так говорить. Ну, вот, пожалуй, и так. Если сомнение, если Равин вдумчивый и серьезный, надо его спросить, что делать в вашем случае, если вам 30 лет и вынижен. Как я сказал, есть возможность. Теперь про полосы. Многие талиты, годы, накидки эти имеют черные полосы. Некоторые синие, ваш синий. Некоторые абсолютно без, вообще без ничего, только белые. Любой годится. И никого не слушайте, если вас будут немножко мучать. Почему ты не так? Скажите, что какой талит, это не имеет значения. Но нужно понимать, что почему вы хотите его. Нет, как с одной стороны, ничего нет плохого, именно чтобы были синие полосы. Так нет ничего и хорошего, чтобы были синие полосы. Это все не имеет значения совершенно. Нужно, чтобы вам было комфортно. Вот, пожалуй, и все. Ну, но еще, как говорится, до конца скажу, что все-таки научитесь надевать талит хорошо. Это надо, чтобы вам кто-то помочь. Потому что это на словах я не могу сказать. Это просто не получится. Ну, вот все. Так что, хорошо, что вам подарили тфелин и талит. Постарайтесь постепенно заработать деньги, чтобы другому человеку тоже подарить. Или другое что-то. Чтобы не было бесплатности. Бесплатность – это нехорошо. Постарайтесь так заработать деньги, чтобы это было равно накопить сумму на покупку нового талита. Не надо его покупать, если вам нравится этот носитель. Но на эти деньги купите другому. Или дайте другой правильный подарок другому вебре. Книги и тому подобное. Всего доброго. До свидания.